Если мы не увидим конкретные шаги, конкретные реформы и конкретные претензии, это популизм. Мы должны с ним бороться, мы должны создавать реальность. А вам сказали, вам мало то, что сказали, мало. Мы то, что не доделали, это не вернули активы, которые укладывали у Пабло. Вы вообще ничего не сделали, вообще ничего. Мы сделали так много, что вы не даете восхожду спустить дальше. Теперь, давайте посмотрим, что происходит дальше на сегодняшний день. А что-то хоть что-то хлебнительное за два года, хоть чуть-чуть. Четкие понимания, пяти тезисов. Хочешь лучше, хоть чуть-чуть стало. Продать государственным предприятиям, государственным неэффективным собственникам. И будет борьба с коррупцией. Парламент не дает. Мы говорим о том, что... Деньги проведите на пенсии. Куда вы денете деньги? А деньги, еще раз, должны реформировать нашу экономику. О, а вот они заложены у вас в бюджете на пенсии, на выплаты социалов. То есть вы хотите очередной раз продать заводы, порты и активы, и прожрать их. Сегодня, сегодня, Слава, таким путем прошли все, поляки и все остальные. Они не пожирали, они модернизировали парк, парк, они путем выбора пошли. И теперь что я хочу важно сказать. Мы не выжим без европейской международной поддержки. И очень важно, что международные эксперты сегодня говорят прямые фразы. Друзья, остановитесь. У нас сегодня мы вам не устраиваем премьер. То же самое они говорили Арсению Петровичу, чтобы он зародился, не договорился. А назовите имя человека, который имеет больше европейскую поддержку. Почему сегодня выступаем на Шустере параллельно господин Кравчук. Стоп, пожалуйста. Незавидную поддержку. Сказал, я считаю, что президент должен выйти и поддержать правительство. Нельзя запустить кризис, нельзя запустить Маховича. Вы, люди, политики должны бороться не как определенные лица здесь, как сказал уважаемый эксперт. Вы знаете, когда акции на бирже падают или поднимаются, все равно кто-то зарабатывает. Так вот я прошу всех, на падениях, которые происходят в нашей стране, не зарабатывайте политические дивиденды. Вы зарабатываете дивиденды на жизненных людей. Если вы разрушите экономику и сделаете очередной политический итог кризиса, скажите честно, что из-за нас курс 45.